Россия продвигается к трассе Покровск-Константиновка. В Киеве выросло количество погибших в результате вчерашней атаки. Краматорский прилет в жилой квартал. Я Екатерина Ковальчук. Это итоги 9 июля от команды новостей Донбасса. Ставьте лайк, мы начинаем. Сегодня в первой половине дня были закончены аварийно-спасательные работы в Киеве. Всего в результате вчерашней российской атаки на столицу погибли 32 человека. Еще 117 пострадали. 8 детей из Ахмадеда госпитализированы с травмами. 94 ребенка перевели в другие больницы. В стационарах также находится 57 взрослых, 5 из них в тяжелом состоянии. Ночью на массированный ракетный удар по Украине отреагировали в США. Американский лидер Джо Байден осудил действия армии РФ и анонсировал очередные меры по укреплению украинской ПВО. Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки гражданских украинцев, а самая большая детская больница в Киеве получила повреждения и пострадала, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию. В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что несмотря на российские удары по Ахмадиду, Вашингтон не будет снимать ограничения на глубокие удары по территории РФ. В нашей политике нет никаких изменений. Вы видели, как несколько недель назад президент дал Украине указание, что они могут использовать оружие для нанесения ударов только по отдельным целям, находящимся за границей. Это по-прежнему так. А вот в стране агрессори не изменяют себе и, как и раньше, продолжают заявлять, что армия РФ не наносит удары по гражданским целям в Украине. С таким заявлением выступил сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, удары осуществляются исключительно по объектам критической инфраструктуры, а также по военным целям. Тем временем аналитики Американского института изучения войны пришли к выводу, что российские власти и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел в больнице Ахмадед и запустили множество разных версий произошедшего. Однако, отмечают эксперты, попытки оккупанта противоречат имеющимся доказательствам. На кадрах, сделанных случайным свидетелем в Киеве, запечатлена секунда перед тем, как российская ракета поразила детскую больницу. На них ясно видно, как одна ракета пролетела по резкой нисходящей траектории, прежде чем коснуться здания больницы. Траектория ракеты на видео и видимый турбореактивный двигатель под ее корпусом соответствуют российской ракете Х-101, и не подтверждают утверждение о том, что это был перехватчик ПВО, а также ракета не выглядит поврежденной перехватчиками ПВО. Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандисты усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы сценять ответственность за удар с России. В частности, пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице и многое другое. Кроме того, Служба безопасности Украины уже установила, что серийные номера компонентов ракеты совпадают с номерами других российских Х-101, запущенных по Украине. Также эксперты Института изучения войны напомнили, что российские информационные операции не освобождают войска РФ от юридической или моральной ответственности за последствия их атак. Ведь именно Россия является государством-агрессором. В этой войне ни одна больница бы не пострадала, если БРФ не начала свое полномасштабное вторжение и нанесла ракетные удары по Украине. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер Сина, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы оставим по ссылке в описании этого видео. На фронте в районе Покровска войска РФ продвинулись возле Лозавадского прогресса Воздвиженки и Новоселки-Первый. Согласно последнему обновлению карты осин проекта Дипстейт, оккупантам осталось преодолеть чуть более 5,5 километров до важной трассы Покровск-Константиновка. Только за последнее время продвижение российских войск в этом направлении составило около 1 километра. На карте видно, что подразделение РФ продвигается четырьмя языками в направлении Покровска. Одна из этих точек – село Воздвиженка, которое является последней преградой к логистической трассе между Покровском и Константиновкой. Во всех четырех случаях на фронте образовались прорывы сквозь украинскую линию обороны на расстояние от 600 метров до полутора километров. На другом участке фронта, под Торецком, российские пропагандисты показали тоннель. Его выкопали российские военные для того, чтобы зайти в тыл ВСУ. Отмечается, что шина тоннеля якобы составляет 90 сантиметров, а его общая протяженность не разглашается. Так называемый военкор утверждает, что подземный ход выкопали военные бригады-ветераны вдоль канала «Северский Донец-Донбасс». Вместе с тем, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что тоннель на Торецком направлении сработал всего один раз и уже потерял свое значение. По его словам, с 95-го десантно-штурмовая бригада стабилизировала ситуацию, а противник потерял целые подразделения в этом районе. Напомним, зимой армия РФ применяла подобную тактику под Авдеевкой, расчистив канализационную трубу. Тогда ДРГ россиян смогли зайти в тыл украинских войск в районе бывшего гостиничного комплекса «Царская охота» на южной окраине города. Сегодня днем россияне обстреляли Краматорск. Под удар попал жилой район. Мы находились дома, мы живем в первом подъезде, как оказалось, вверх был во втором подъезде. Было очень громко, дом трухануло, сразу же моментально посыпали стекла. Мы подумали, что это в доме напротив. Глянули доме напротив, стекла есть и просто сыпятся вот так вот стекла с нас. Мы вышли сюда, так как тут стоит наша машина. Машину нашу разбила, по большому сожалению, и увидели уже раненых. По предварительной информации, ранены 4 человека, включая 6-летнего ребенка. Повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома. В окнах вылетели стекла, машины посечены осколками. Территория России также подверглась атаке. Прошлой ночью над шестью регионами были замечены беспилотники. Так, в Алгоградской области в результате налета БПЛА возникли пожары на подстанции в городе Фролова и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Пожар на подстанции быстро потушили, а вот на месте возгорания на нефтебазе работы продолжаются. Там, по заявлению МЧС, горят емкости с бензином. По информации местных СМИ, нефтебазу один за другим атаковали не менее пяти беспилотников. Также утверждается, что есть попадание на территории хлебозавода. В Ростовской области в результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции. Огонь потушили около шести утра на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет. По словам местного губернатора в Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. В Белгородской области под обстрел попали Белгород и другие населенные пункты. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру. По данным местных властей, один человек погиб, двое ранены. Повреждены частные многоквартирные дома. В Шебекино повреждены линии электропередачи, из-за чего частично наружено электроснабжение. Информации о разрушениях в других регионах нет.